И всем привет! Сегодня у нас не совсем обычное видео, ну просто потому что так уже вышло, что тут лишь будут мои размышления и примеров или каких-то историй, которые легли в основу ролика, просто нет в этот раз. Ну, то есть, обычно я стараюсь рассказывать хотя бы о том, что когда-то со мной произошло, но в этот раз всё будет чуть-чуть иначе. Речь пойдёт скорее о вещах, которые я начал замечать в других, да и в себе в целом тоже. И всё это началось после одного ролика. Сидела, в общем-то, я как-то в тиктоке, как обычно деградировала, никого не трогала. В общем-то, что ещё можно делать в тиктоке, кроме как смотреть мемы с котиками? И попадается мне довольно серьёзный ролик на тему учёбы в архитектурном. Я не училась там и, в общем-то, я никогда не собиралась, но почему-то решила остаться и выслушать автора. В целом, систему с художками я как-то стараюсь избегать и ничего об этом не говорить, потому что, естественно, опыта у меня нет. Конечно, у меня есть своё какое-то мнение, но я не считаю его достаточно серьёзным и важным, чтобы высказывать. Поэтому я не уверена, что когда-то будет ролик про художку. Но, поскольку тут частично тема связана с этим, я немножко выскажусь. В общем, сначала краткий пересказ. Девушка рассказывала о культе страданий и о том, что в целом у них на потоке художников, архитекторов. Считалось, что если ты не страдал, делая свою работу, то ты вроде как недостаточно крут и в целом не можешь собой гордиться. Ведь ты не вложил достаточно усилий в проект, что уже как бы минус. Это просто примерный текст. Я посмотрела этот тикток один раз и пролистнула, отложив в своей голове какую-то часть инфы, то есть вот эту. Я, честно говоря, без понятия почему, но он мне запомнился. И я сначала забыла, а потом начала внезапно думать. И первые мои мысли были типа, что за бред? Притом я даже не могла понять, какое мое мнение. То есть я просто думала, что это какой-то буквальный бред. Итак, начнем. Вроде бы текст, это звучит логично. Если это важный проект и ты его не выстрадал, ну то есть не потратил все силы, которые у тебя были на него, хотя у тебя, например, была такая возможность, то действительно, типа сидеть и ныть, что вот, я такой плохой и проект не удался, как минимум, немножко странно. Ты буквально потратил возможность сказать себе, что ты гордишься проделанной работы и потратил время, которое я должен был потратить на этот проект, на что-то другое. Но это лишь одна сторона. На следующий день я посидела с другом в Дискорде, проговорив на тему артов, то есть я как бы не обсуждала это вообще, а после вновь вспомню про этот ролик. И то ли от самого диалога, то ли я ветреная персона, я потом уже подумал иначе, типа, почему я не могу гордиться работой, в которую я вложил не все силы? Ну, типа, вроде как я ее сделал, потратил время. Да, она может быть несложная, но если вышла хорошо, то почему бы не взять с полки пирожок? Вроде как заслужил. Не во всю работу мы вкладываем все силы, которые у нас есть на данный момент. Иногда ресурсов, ну, просто нет. Но это же не значит, что работа вышла плохой. Чисто из-за того, что ты вложил, не знаю, в нее 80% энергии вместо 100%. Тогда я просто подумала, что стоит понаблюдать за комьюнити, за другими художниками, за друзьями и знакомыми, и просто понять, на чьей стороне каждый. Вот тут начался, типа, минимум мой эксперимент. Я не стала спрашивать прямо вообще ни у кого. Просто понаблюдать за рисовательным поведением. Так, краткие выводы из того, что я видел. В моем окружении есть люди, которым нравятся их работы. Крайней мере, большинство этих работ. Даже если это не супер-мега-крутая работа или просто сделанная наспех. Если быть точнее, таких людей было всего двое. Один конкретно знакомый. Вы сами, думаю, предполагаете, о ком речь. И другой просто рандомный художник из моих подписок. Естественно, ребят, не без исключения. Все художники иногда недовольны своими работами. Иногда действительно важно признать, что работа не удалась. Либо же наоборот, похвалить себя, если вышло лучше обычного. А не пытаться скрыть это ради замкнутого круга нытья. Итак, в общем-то, я отвлекся. Ой, простите. В общем-то, остальные мои знакомые, в том числе я, по большей части нытики. Плохое слово, но, блин. Да, я вот тоже о себе так говорю, и о других. Но это правда, что поделать. Не стыдно. Гришу, таким бывает. Особенно, когда у меня всякие арт-блоки, типа как сейчас. Кто-то не хочет выкладывать скетчи, потому что считает, что недостаточно постарался над ними, и аудитория его сожрет за халтурой. Хотя энергии просто на фулл картинку у человека нет. И вот он сидит и страдает от выдуманной проблемы. Ну, кто-то скажет тебе, да нет, он не выдуман, и вот я тоже боюсь. Но, ребят, я честно не помню ни одного случая в истории артов, где человека убивали за то, что вместо полноценок он постит скетчи. Другой, как раз наоборот, выкладывается практически на полную, но просто в силу не очень большого опыта и вновь же собственных загонов не дотягивает до личных стандартов. Так что любая полноценка сопровождается надписью «Вот опять хрень выстрел» или «Что-то в этом духе». Я, честно говоря, случай вообще непонятный. Мне мои арты вроде как нравятся. Точнее, нравились. Еще в августе меня буквально все устраивало в них. Но так уж вышло, что впал я в артблок, депрессию, сеннюю хандру, нужно подчеркнуть, и теперь я не очень сильно доволен собой. Мне кажется, что я недостаточно сильно вкладываюсь в картинки, хотя уже на пределе своих возможностей сижу. Но, что поделать. Вот, кстати, спидпейн на фоне с камешкой. Камешка не сильно сложная. Еще летом я бы потратил на нее меньше дня и забил бы. А тут только скетч я делал день, притом даже не один, а, так скажем, всем селом, пытаясь узнать, где там что не так, просил помощи. И потом еще подгоняла под заказчика и заканчивала, в общем-то, неделю его. В эту выходит, что силы явно были затрачены на полную, а работа максимально простая, и по ней даже не скажешь, что я страдал, пока ее делал. Хотя, честно говоря, мне сейчас очень сложно найти свою работу, какую-нибудь, которой бы я был доволен. Но это не мое нормальное состояние, так что можно сказать, что я веду себя не так, как надо, и не буду считать себя за честь эксперимента. Итак, что мы имеем? Большинство художников действительно загоняются, если не выкладываются на полную. Хотя, почему? Аудитория не стоя злых собак, которая сожрет вас за подобное. Я знаю, сложно принять подобную мысль, я вот, можно сказать, пытаюсь заново заставить себя так думать. Хотя мне вот мои люди твердят постоянно, что все окей, и эта хрень временная. Но что поделать? Ну вот нет сил у меня ни на что, даже на скетч. А хочется гордиться собой, даже этим самым скетчем за 20 секунд. Но, увы и ах. Как вы видите, выводов в этом ролике просто нет. Это лишь размышления и мои личные наблюдения. Близкие люди меня поддерживают. Я вроде по-тихому возвращаюсь в норму. Теперь у меня хотя бы есть мотивация рисовать. И я просто не хочу разочаровать своих людей, которые терпят меня уже непонятно сколько. Терпят мои неудачи, мои плохие арты и мое нытье по поводу этих плохих артов. Что касается в целом картинок, пусть мне не нравятся мои арты, я знаю, что есть люди, которым они нравятся. И поэтому я их просто выкладываю в надежде, что когда-нибудь мне мои картинки начнут нравиться. Ну, по крайней мере, я уже на пути к этому. В общем, ребят, делитесь своим мнением. Нравятся вам свои работы или нет? Честно говоря, что вы думаете насчет вот этой вот привычки всех страдать, ныть, даже меня насчет? Понимаю, сложная тема, но... Хотелось бы просто почитать и поразмышлять об этом с вами. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на твиттер, на инстаграм, на ВК. Обязательно на ВК, я там много сижу, как вы знаете. Всем огромное спасибо за просмотр. Надеюсь, у вас не будет артблоков. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok